Серприз на канале. Сегодня у нас в работе телевизор. Поламка относительно несложная, нет подсветки. В данном случае неисправность у нас в драйвере подсветки. Собран он на микросхеме sv5516. Вот эта микросхемка. Погуглив в интернете микросхемка есть в китайце в районе 500 рублей, но ждать было ее крайне долго и нашел на авито у продавца полностью в сборе плату за 1000 рублей, что считаю вполне себе адекватным. Сейчас покажу почему пришли к выводу, что она неисправна и покажу как это работает и сейчас попробуем подкинуть плату, потому что я еще не подкидывал, только распаковал посылочку. Тем не менее если она сбракована, я тоже покажу. Значит по самой микросхемке включаем телевизор. При подаче питания здесь у нас соответственно появляются питания на блоке питания. Вы можете вымерить их относительно схемы блока питания, то есть убедиться, что все работает. Соответственно они у нас приходят на эту сторону и можно здесь померить. Вот они все эти питания. Эксперименты ради покажу. 3 вольта, 24 вольта, то есть согласно этой схеме вот она у нас все эти питания здесь присутствуют. То есть можете проверить и видеть, что они все соответствуют на этом разъеме. Далее вот на этой плате соответственно вот на этой точке меряем напряжение. Видим 24,5 вольта. Так как у нас планка здесь светодиодов выглядит следующим образом. Вот такая планка. Нужно посчитать количество диодов умножить на питание диодов. Соответственно получаем где-то порядка 45 вольт. Здесь у нас всего 26 вольт. Все, ввязку я проверил. Транзистор, катушку, диоды и так далее. То есть все исправно. Остается только сама микросхема SV5516. Вот если гуглить ее по алику, сейчас я покажу, чего она стоит. Так давайте опустимся на секунду и вернемся обратно к телевизору. Сама микросхемка 55 16 519 рублей. Можно найти за 200 рублей, но неизвестно сколько ждать 700 рублей. 5 штук соответственно две штуки 450 рублей. Но при заказе на алике таких компонентов это можно сказать вечность. То есть мы ее будем ждать порядка трех месяцев, а может и больше, может она вообще потеряется. То есть это вообще совсем не вариант в данном случае. Поэтому приобретена плата с разбора. Будем надеяться, что продавец адекватный продал нормальную запчасть. Ну так это разбор. Обычно люди покупают битые дисплеи с битыми дисплеями телевизоры и разбирают их по запчастям. Так я сейчас картинку постараюсь настроить адекватно, чтобы вам все было видно. Вроде все вписывается. Давайте чуть-чуть пониже. Вот, все. Поэтому отключаем питание. Сдергиваем все это дело. Пробуем подкинуть плату, которую нам любезно продали на авито. Брал на авито у покупателя с большим рейтингом. Занимается там разборка телевизоров. Поэтому сомнений, по крайней мере, не возникло при покупке. Еще и отправил ее доставкой. То есть как бы беспроблемный человек сам оповестил меня, что пришла плата на почту. Но я даже не успеваю отслеживать. Так что включаем и смотрим, что у нас поменялось. Ох, как видите, засветился экран. Вот она, подсветка появилась. Теперь давайте проверим напряжение на этой же самой плате и сделаем соответствующие выводы, сколько здесь у нас должно быть питание. Вот она, 44,51, до 64, 64,65 вольта подпрыгнула. Так, не коротим, аккуратненько. Все, так, сейчас переверну телевизор, покажу, что он засветился, показывает. То есть, как таковой, паять мы здесь ничего не будем. Просто если у кого-то возникнут подобные ситуации, можете сделать подобным образом. То есть не всегда решается все методом пайки. Иногда проще заменить какой-то компонент. Сейчас мы прикрутим один винтик, потому что не один, я переверну, потом уже за кадром буду все это дело собирать. Так, давайте повыше. Так, пласты убираем в сторонку. Включаем телевизор, автостарт, есть картинка. Все, есть изображение вот слева. И сейчас будет писать нет сигнал, соответственно. Так, включаемся. Далее переходим на сборку, окончательную задней панели, динамики и так далее. Вот, как таковой, ремонт очень простой оказался. Человек уже хотел менять подсветку. Лежит планка. Это все для него было куплено, но, соответственно, не потребуется. Все, в принципе, на этом завершаем ролик. Всем пока, всем удачи в работе. Если у кого-то подобная ситуация, иногда проще заменить саму плату, нежели искать микросхемку. Все, всем удачи!